Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У меня сегодня, если честно, не было настроения. Чуть позже вам расскажу, почему. С утра у меня испортилось настроение, и вот буквально час назад тоже испортилось настроение, и я решила себя порадовать. Когда я снимаю мукбанки и вообще вкусно кушаю, у меня настроение прям моментально поднимается, поэтому я решила тем же самым способом поднятия настроения, зашла в приложение и увидела там чикюфте. Зашла в приложение и стала искать блюдо, которого не было на моем канале, и тут в голову мне пришла идея про чикюфте. Его никогда не было, хотя это турецкая кухня, и достаточно распространенное блюдо у нас здесь в Азербайджане. Скажу честно, долгое время я его просто не заказывала, потому что оно называется чикюфте. Чикюфте переводится на русский язык как сырые тевтельки. И раньше это блюдо готовили именно сырым. Вы даже можете в гугле посмотреть. Но затем появлялось много болезней, и от сырой баранины, говядины возникали глисты и все остальное, и теперь его готовят немножко по-другому. То есть это самый обычный булгур, здесь лук и много всего другого, но не от сырого мяса. В общем, я взяла сетом. Все, что вы видите сейчас на столе, плюс еще этот лаваш, входил в этот сет. Хотя, когда я заказывала, вот этого айрана не было. И вот капусты айсберг мне положили две штуки. Я просто не смогла все это поместить и подумала, все равно две штуки съесть не смогу. Лучше завтра приготовлю вам из него цезарь. Здесь у нас лимончик, наршарап вот в такой упаковке. Я просто взяла большую порцию. Она рассчитана на три человека, именно поэтому здесь три нашарапа. Здесь так много лимона и всего остального. Просто для мукбанка я подумала, что одной порции будет маловато. И мне в подарок, так как я сделала большой заказ, положили айран. И давайте приступим. Я не знаю, как начать. Я в своей жизни ем чайки, кефте, наверное, где-то... Какой раз? Ну, наверное, где-то третий раз. Первый несколько раз мне не очень понравилось, если честно. Едят его вот так. Это салат айсберг. Я беру одну штучку, кладу сюда, поливаю лимончиком. Вот так. Какой сочный лимон. Можно сюда еще добавить огурчик. Закрываем. Здесь именно очень вкусный. чайки, кефта. Я не знаю, что они сюда положили. Но здесь запах такой же, как был в ресторанах в Грузии. Кто-то кушает с лавашом. В общем, почему у меня нету настроения? Давайте я вам расскажу. Волосы мне мешают. Давайте их уберем. Какие они острые! Я же говорю, мне что-то напоминает Грузию. А в Грузии очень распространены вот эти приправы острые. Грузины вообще очень любят острые. И вот они сюда что-то добавили из грузинской кухни. Я прям это чувствую. Поэтому прям остро. И вот эти приправы острые. Как же остро Все хорошо, все очень вкусно Только остро Давайте теперь попробуем С лавашом Я думаю, с лавашом будет не менее вкуснее Беру небольшой кусочек Один чайкёфта Давайте макнем еще наш шарап Чтобы это было вкуснее Заворачиваем Короче, рассказываю вам Я очень много всего заказала Шейн На 8 марта Я вам уже рассказывала Мой парень Решил мне подарить Все, что я залайкала Это было прям 8 В общем Все товары, которые мы заказываем из Турции Их мы Декларируем И вроде бы там, когда ты декларируешь Видно твой лимит А все товары, которые приходят из Шейна Их декларировать не нужно Я подумала, что эти товары Никак не влияют на наш лимит Кто не знает У нас в стране Лимит 300 долларов То есть в течение месяца На одного человека Ты можешь заказать Не более 300 долларов Это очень неудобно Но, например Я могу заказать Например, на маму Если у меня, например Мой лимит закончился Я могу перейти на лимит мамы К примеру И это нормально Так можно Но я подумала Все равно Товары, заказанные на Шейн Никак не декларируются Поэтому ничего страшного Закажу все на себя Зачем я это вам рассказываю Чтобы вы не допускали Тех же ошибок Что допустила я После того, как я сделала заказ Где-то через 4 дня Я увидела видео девушки Одной азербайджанского блогера Она тоже сказала о том Что вот мы думаем Что эти товары не декларируются Поэтому можем заказать Сколько угодно Но это не так Короче Мне сейчас пришло уведомление Что Мой товар передан В таможенную Он конфискован Мне нужно сначала поехать В транспортную компанию Затем В таможенную Мне нужно разбираться С этим всем И заплатить 36% От суммы заказа Штраф А 36% Это Достаточно много Но дело тут даже не в деньгах Знаете Дело в том, что Мне нужно будет потратить Целый день Поехать туда Разбираться Еще плюс Каждый день нахождение В таможене Он не бесплатный У нас праздники У нас в Руси В ближайшее время Точно туда поехать У меня не получится Не получится Просто потому что Они не работают Я не знаю Как вам Мне лично Это слишком Остро Я не знаю Как мы будем Это доедать Очень Остро Там была Пометка Остро И было Очень Остро Я вот Выбрала Остро Но мне кажется Это они перепутали Что-то Безумно Вкусно Просто Остро Короче Вот такие вот дела Пять дней нигде ничего работать не будет А потом я должна поехать И с этим всем разбираться Причем обидно Что это все Из-за моей глупости То есть я спокойно Могла бы оформить на маму На парня На брата Там еще не маленький заказ Поэтому настроение Испортилось Еще утром Я вам в предыдущей мукбанке Рассказывала Просто сегодня Два мукбанка снимала У меня пара с ушей Это так Остро Я не могу Я просто Не могу Короче Ну и в общем Мне теперь надо туда ехать Это все разбираться Еще утром Соседи Залили Мое квартиро Съемочное Короче День какой-то Неудачный Это кстати Наш араб Блюдо из турецкой кухни Можете посмотреть В интернете Сырые тевтельки Которые кушают Которые кушают сырое мясо Но сама Я не могу Знаете Недавно я увидела Видео Как блогер Мукбанкер Точнее это АСМР блогер Она кушала яйца Где внутри Был цыпленок Это было Это было Я даже Посмотреть не смогла Мне настолько Стало Противно Жалко Обычно Такие яйца Очень тухлым Воняют Как они их кушают Честно Я понятия не имею Не забывайте Подписываться И ставить лайки С вами была Айка Пока